возможно это не так очевидно но если тобой не был просмотрен первый ролик по второму ведьмаку то но это срам уж как бы привет мои адекватные и абсолютно разумные подписчики с вами я ваш верный друг морковка по-хоасидски и сегодня мы с вами продолжаем второго ведьмака прошлый раз мы остановились на том что гербалайф знатно про и функнулся и не смог нормально за бодигарки знаменитого тимерского сестра жахаря короля фольтеста увы геральт накосячил я бы даже сказал ну кукожил ныне же ведьмак сидит перед верноном роше и думает что с ним будет дальше ну ничего я уверен что он выберется из этой ситуации все-таки он профессионал спасибо вам мил здарь спасибо помогать людям моя работа работа стоит денег я этим живу понятно и ты тоже сможешь стать профессионалом благодаря skill factory только skill factory ты сможешь стать замечательнейшим разработчиком игр например ты сможешь с легкостью разрабатывать игры на движке юнити почему именно юнити спросите вы юнити это популярнейший движок на котором разрабатываются большинство игр а также игры мобильные и инди курс первую очередь ориентирован на новичков обучать всего буквально с нуля то есть допустим какой-нибудь чел как я смог бы спокойно заняться обучением разжевывать все максимально и понятно и что самое главное интересно к тому же за время обучения ты сможешь иметь бомбезное портфолио в котором будут четыре игры спейс-шутер tower defense танки 3d шутер да да подобное портфолио обязательно поможет тебе при устройстве на работу ты кстати слыхал какая средняя зарплата разработчика а учитывая растущую потребность юных умах в данной сфере тебя оторвут с руками и ногами это тебе не на завод устраиваться но теперь серьезно skill factory это норм тема по отзывам все классно качеством люди довольны да и сервис точно знаю не лукавит поэтому максимально рекомендую скилл factory получил скилл матерого разраба сделать свою игру мечты и начни зарабатывать на любимом деле а по промо-коду бэбэ получи крутую скидку 45 процентов поэтому скорее переходи по ссылке в описании и записывайся на курс уже сейчас ныне два восяна думают как быть дальше в такой непростой ситуере не это значит я свободен убит фольтест король тимири и я сгнию в яме только потому что убийца оказался ловчая тебя неприятно не сгниешь тебя повесят ну да геральт поведал ферророше все что знает теперь же ход тюрбаниста в первую очередь он поясняет что без короля начался сущий ад думаете за власть сейчас борются родные фольтесты или же оппозиционеры хрен быстрее знатные люди с кучей бабла за спиной пытаются загробастать трон себе а те же бастартов знающие ребята пытаются вычурнуть из уравнения царского лавалеты же так вообще в темнице сейчас пыткам подвергаются вау это же прямо как жизни будет когда-нибудь и по идее в дело может вступить ада но тот же фольтест свое время пояснил возможный сценарий происходящего благодаря геральту из ривии моя дочь адда жива и родовид риданский взял ее в жены понимаю понимаю что не до конца старые семьи никогда не признают риданского короля а где придется ограничиться одной риданей и все это вполне можно сделать вывод что наступающий хаос не предотвратить а я вот не согласен урожай на этот счет иное мнение ибо он уверен что все можно исправить правда для этого сначала надо поймать убийцу ибо это как минимум дело принципа король много тебе рассказывал если бы не он я бы спился или сдох где-нибудь я бы сказал что фольта сделал для меня больше чем отец но отца своего я никогда не видел и поэтому я не успокоюсь пока убийца не будет наказан особенно нравится как гербальт забайтил раши на правильное решение с помощью особого аргумента в историю с монахом-убийцей я не верю он уплыл в лодке с отрядом скайта или что если тебе удастся сбежать ну я бы ах теперь когда раша и геральт решили по-братски джолику опернуться необходимо было составить план в первую очередь ведьмаку надо бы сбежать для этого шепт предусмотрительно отдает узнику в руки ключ прежде чем отправлять его обратно в камеру однако что делай далее после побега скайта или помогли ему бежать вот с них и надо начать может ты даже знаешь что это за отряд откуда бы у них были маски в синюю полоску трофейные я думаю это отряд йорвита значит след у нас уже есть я знаю где их искать отряд скайта или йорвита это очень расистские негодяи которые очень 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 сильно ненавидят людей я бы сказал что они считают их вонтер меньшими а потому охотно режут как мексиканские сладости на данный момент они обитают рядом с флотзамом международной торговой точкой под властью тимерии геральт и роше уверены двигать надо туда если ждешь от меня истории сперва накорми меня почему бы и нет бьянка вот это я понимаю тупо по-нашему по-славянски да против славяне отдана ли еще этого говна я не знал что в специальном отряде служат женщины бьянка одна из лучших как она оказалась в синих полосках я вытащил ее из лапской и таэлей они сожгли ее деревню и перебили всех жителей ей тогда было лет 16 она приглянулась командиру отряда и ее пощадили сейчас мы конечно полностью бьянку в деле не увидим но вы по крайней мере знаете что именно так раньше и делали сильных женских персонажей если вы хотите узнать насчет моего мнения то я считаю что вместо того чтобы делать женских персонажей реалистичными дабы мужикам было неповадно надо просто делать эстетически балдежных мужских персонажей чтобы бабы тоже кайфовали вот представьте себе разрабы сделали бы фенриса реалистичным дудам инсульт случился бы дайте людям побалдеть от прекрасного ибо в реале мы все уроды после приятной трапезы расширил навести кое-какие уточнения насчет жизни геральта и по сути кратко пересказал концовку книжной саги ведьмака ривия город население 1200 жителей среди них 253 нелюди 25 сентября 1268 вспыхнул погром началась резня убивали эльфов и краснолюдов только один человек встал против разъяренной толпы геральт испытал флэшбэк и так уж вышло наконец-то вспомнил про енифер о которой 3s так и не сказала тварь енифер из венгерберга умерла спасая ведьмака тела ведьмака геральта и чародейки енифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами место их погребения неизвестно офигеть моя бывшая его green на этом решено было наконец-то закончить а теперь пришло время для самого васянского побега за всю историю побега в принципе эй стража подойди сюда добрый человек ну чего горло дерешь я те сейчас подеру ох не было бы этой решетки вы бы у меня по-другому заговорили ну давай посмотрим ныне снаружи камеры гербали волен делать все что посчитает нужным в рамках нынешней ситуации ситуация такова что кроме измазанных кали штанов кожаных перчаток и биты карландской у нашего киборга мутанты ничего нет зато у него есть прекраснейший свет из окна особенно этот цвет радует когда понимая что по сюжету сейчас идет ночь самой телячки нас ожидают эдакий стелсовый момент который 90 процентов игроков провалили и просто вырезали весь лед подчистую я совсем не осуждаю ибо во втором ведьмаке стелс настолько пососный что в уже третий ведьмак нет третьем ведьмаке стелс короче я не буду сейчас разводить демагогию на полчаса с криками как у меня печет а лишь скажу и для стелса не оптимизирован по освещению никогда точно не скажешь увидеть тебя враг или нет управление порой косит а противника никак кроме как ударом по голове сзади не обезвредишь ну маленькая вот мы одни только ты и я местечко может к тому же сама по себе механика стелса абсолютно сюжетная и допустим сесть на карты во время обычной игры нельзя да она и не нужно ибо даже трусах и панамки наш видим в срак сношает как трактер какой-то момент гениального побега наш герой натыкается на интересную картину стражу выводит ариана лавалета и моментально получает от него грациозных пиздюлин увидев герой то ариан знатно удивился да и смерть фольтеста его огорчила за что тебя посадили говорят мол я убил фольтеста досад я надеялся что сделаю это собственными руками однако более его волнует в честь рода лавалетов а потому эти двое решили скооперироваться герой очищает путь арианыч показывает дорогу к выходу кстати именно во время чистки я подметил один стремный момент ты слишком рано тебе на завтра назначен придется обслужить меня пораньше пыточный после убийства тамошних негодяев я обнаружил бумагу исходя из которой становится понятно что ариана хотели вынудить признать что дети фольтеста это плод инцеста ариана и его мамаши дабы у них не было прав на престол далее хуже если бы ариан был мертв то в пыточной пытали бы мамашку охренеть тимири они не львгарта что творить в итоге герой постелса устраивает резню а доблестный ариан дабы защитить честь рода решает спалить масло хранилище идем со мной ты здесь ничем не поможешь нет у меня здесь дела собрался воевать в одиночку для таких дел помощь не нужна уверен ариан лошахит стой ведьмак ты что ли говорят ты убил короля я не убивал я тебе верю а а вот и благодарный челик из компании рубайл во время штурма попали мы в котел ты знаешь если рыцаря в тесных проходах прижмут двинуться вовсе некуда сзади напирают спереди стоят сверху алюбарными рубит меня б раздавили если б не доспехи потом еще раз 10 получил по шлему до сих пор в ушах звенит блюю все время зато живой ох уж эти приятные последствия наших решений правильных и неправильных эх хорошо замок горит правда печально что данного зрелища у роше подгорело седалище скотина обязательно было поджигать замок ты должен был выбраться незаметно зачем проливать реки крови ты оставил мне ключ от кандалов но не шапку невидимку трис как ты я больше не королевская советница я потеряла должность дом в изиме говорят я ведьмачья любовница девка королевского убийцы но ухуль будьте уроком ёптыть компания отправилась в путь образы рассказчика внезапно на себя взял подозреваю если к тебе пристанет прозвище убийца королей жить на этом свете становится нелегко особенно кому-нибудь вроде геральта вот же бедняга лютик именно он в данном случае оказался приятным уху переходом из обучения в полноценную игру весь путь по реке до флот сама ведьмак провел в разговорах до поздней ночи 3 рассказывала ему забытые истории дитя неожиданность губительная любовь которая связывала его с чародейкой енифер губительная любовь ты ему там дошрак на уши решил навесить тем временем за некоторое время до актуальных событий где-то недалеко от флот зме ельф юрвид занимался привычными себе вещами а именно рофлил надо на киром я остроухий садист психопат но тяночки из твиттера видят во мне побитого уке а рофлил он над актером дабы отвлечь чудище которое тамошнинской отели юзают дабы охранять свой склад со снарягой и все бы ничего но внезапно случился казус в виде неизвестного который мало того что в этом складе борщи варил кричу и хвастался башкой короля дима венда клоняйся в пол вон видишь бензеносец это дима вент милостью божьей короля идирна долины понтера и прочее и прочее кстати это именно тот король из заставки лысый кстати тоже из заставки для отнесу внимательно говорю лысый решает договориться с нелюдями дабы те помогли ему двигаться без повода по данным путям а он за это спокойно будет продолжать сажать монархов на наточенный кукан твоя тварь уже сожрала накера тебе пора мы договорились эльф ныне йор вид и агент 47 товарищи тем временем в нашем времени прошло несколько дней из побега компания прибыла к флотзаму и решила дружно отправиться на разведку команды из алкаша мутанта патриота расиста и рыжего колдуна сифилить к и не успели они выйти как внезапно наткнулись на того самого негодяя йор вид а это верно нраше последние четыре года командовал особым подразделением служит королю тимере не вы как хотите а я эти чрезмерные солнечные эффекты после данной катсцены порежу лично отвечал за усмирение пред горе махакама охотник на эльфов убийцы женщины детей дважды награжден за проявленную отвагу йор вид самый обычный выродок вообще по факту в фанатской среде принято шиперить роше и йор вид а причем в артах и фанфиках этот бедолага эльф обычно огребает сексуальном плане короче фанатская любовь порой губительна о да мой маленький бедненький эльф я тебя тут нарисую уничтоженного отрядом синих полосок униженного со слезами на глазах и в луже кончи эти четверо вместо того чтобы начистить друг другу рыло начали соревноваться в красноречии йор вид говорит что люди дебилы а люди говорят что от дебила слышат культура политической дискуссии на территории тимерии у нас острые уши у вас округлые мы живем долго но нас немного вы плодитесь как кролики да на счастье быстро дохнете каждый пытается доказать что его уши лучше и ради этого люди и эльфы режут друг друга четыре сотни лет из-за формы ушей радует что хоть йор вид в принципе прав сам геральт со спокойной душой макает его мордой за прошлые грешки скетельской группировки дело не в расе да и не в свободе даже месть тут ни при чем вы здесь только потому что кто-то очень влиятельный так захотел тот кто вас использует и неважно корона у него волшебная палочка или он заправляет богатой гильдией одно знаю точно не ваша свобода не ваши уши его не волнует у вас уже была похожа история с нильфгардом и сейчас она повторяется или может быть я ошибаюсь ошибаешься никто больше не будет использовать хватит тренде а вот тут уже раз я поступил вполне по-нашему тупо аргумент по-северянски ныне все скатилось шизанутый фарс эльфы стреляют три создает щит на терять сознание а геральт же тупо пешком защищает ребят потому что имеет перевес имущества за спиной не сдамся и продам все это говно колхозникам благо все благополучно добираются до поселения флот замского за ними же наблюдают йорвид и тот самый лысый мистер олимпия вы знакомы довольно близко только он уже не помнит потому я и застал его врасплох когда убивал фольтеста у меня деменция о а сейчас он сожидает величайший мемный момент второго ведьмака вот просто эпичный чирофель живые вы кто значит вы кто будете я ведьмак купец-бокалейщик мг рван им рейс купец бокалейщик а ты кто будешь ютубер-обзорщик федор иванович говняка ютубер-обзорщик на самом деле данный шаблон можно обдрачивать бесконечно вот настолько он прекрасен ваша правда на рынок идите может и на казнь поспеете смутьянов вешать будут краснолюда и бард какого-то там еще корчма бордель отдохнуть можно ребята поняли здесь все как у людей по колейщик подозрительно на самой же площади ребята встретили золотана и лютика которых вот-вот повесят за неизвестные преступления и в очередной раз геральт все превращает в цирк и юзает красноречие на максимум идеи есть импровизируем без крови мы постараемся а ну седой осади за что их казнят с виду они не слишком грозны так они с белками якшами девки скотаельские а лютик что тоже эльфский шпион а вот его за распутство вздернут за что барда повесить за распутство так в приговоре сказано а приговор ваш мил с ведьмак это вам не что нибудь люди я раньше не слышал чтобы в славном королевстве тимерии вешали за распутство здесь вам не нильфгард иди-ка отсюда во чудной а то я за себя не ручаюсь за бабу людям портит может и чудной а дело говорит я вот тоже бабу потискать не прочь так что же меня в петлю тащить господин стражник нам тоже пару раз захаживал только без распутства иди отсюда во гарвена то тени бордель и я пойду только скажу что охота то у него была да вот остановите казнь рифмоплет должен висеть и будет висеть здесь город порядочный а бледям и говорите господин стражник ведьмаках я не разбираюсь а вот гарвена баба порядочная она заткнуть хайло все тишина слушайте слушайте у этого вояки божьим попущением яйца гниют захлопни пасть шлюха ты же не станешь бить женщину женщину нет правда как бы геральт языком и кулаками не вертел на поле ментального боя вышел местный начальник бернард лоредо на помосте либо в петле висят либо речи говорят а ты что выберешь ты тут командуешь ах да простить забыл представить бернард лоредо комендант флотзам и завелись у них с ведьмаком речи в ходе которых два левых нелюдя зависли на чили отпущу-ка я вора спокойно я пошутил комендант толкнула речь для отвлечения внимания толпы а вот друганов ведьмач и хлореда пощадил дабы тут у него видно имеются свои тайные мотивы а кстати добро пожаловать во флотзам ведьмак после этого вся гоп-компания пошла в корчму дабы бухнуть благо повод имеется мы у тебя в долгу ведьмак спасибо тебе ну за то что мы все сами здесь сегодня собрались за распитием начались типичные братанские посиделки по душам все поделились имеющиеся новостями обсудили убийство фольта 100 обсудились уточняющие вопросы в плане а ты геральт точно короля не убивал да и заодно вспомнили было регенрикс и сорвали помолвку какой-то трехнутый хер разболтал что я поучаствовал заварушки в зиме мой несостоявшийся тесть видишь ли не желает принимать в семью бунтовщика простофилю и разию эй трахтирщик где наша водка плюс выяснилось что лютик связной верно на роше но данный факт все дружно обсмеяли я не говорю ничего я просто спрашиваю можешь делать что хочешь женил кто отрастил уже ну ты сказал и совершенно тут внезапно бац люди спасайтесь а кто может чудище пойдем отсюда там кто-то применяет магию совершенно вот просто с нифига на город напала чудовище речное эдакий кракен из речки вонючки лавкрафтовый выпердыш вот пожалуйста большой заказ для белобрысого шмурдяка на месте событий ребята сталкиваются шалы детонсервиль магичкой из ложи чародеек правда неважно какой у тебя диплом колдунский или чародейский от тупых телян он не поможет что ж ты за чародейка я с тебя спрашиваю слышишь чего тебе люди гутарят чего ж ты ему не помогла он же жив чудище его едва под воду не утянула а ты током и знай пялилась как баран на сраные ворота по придержи язык геральт в очередной раз совершает пируэты своим краснолечием и прогоняет челюдь что тут случилось я приехала во флот зам чтобы убить кейрона может кто из вас подсобить чародейки одолеть монстры мы это каким таким чудом он вона какой могучий здоровый к гора а чего вцепились в того кто за это взялся ну так а после закручивать диалог с чародейки из которой становится ясно что здесь она дабы убить чудовища если убить чудовища хочет ведьмак то ему надо бы с торгашами местными договориться самому ибо та уже плату за себя взяла траблы ремесла короче обычно я работаю один я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь рыбка или пипка как говорят местные и по сути мы наконец-то вольны делать все что вздумается и ходить куда захотим свободу воли конечно сейчас наш герой могу волю пойти до порофлить в городе на всю катушку начать рубить квесты дополнительно выполнять заказы из доски но благо у него над ушком есть мы и мы с вами будем считать что мы ему посоветовали все-таки навестить коменданта лореда но прежде чем творить беспредел надо бы с местным шишаком все-таки поболтать на ковер к лысому герой идет в компании с рашей и стоит им войти как взору предстает картина вся стража бухает и бездельничает юрид буквально хоть сейчас может напасть и победить поэтому лореда в наличии имеется баллиста и от этого уроше в очередной раз вскипает гузна баллиста этот ублюдок обзавелся баллистой ты хоть представляешь силу этого оружия о да плечи усиленные медными плитками тетива из конского волоса болт летит даже на мелю смертоносное оружие и очень дорогое умелый расчет может сделать два выстрела в минуту однако отдача так сильно что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно где-то я это уже слышал ты разбираешься в баллистах я знавал того кто разбирался ныне дабы времени зря не терять эти двое решают пранкануть и в этом нам поможет типичная такая людская простятутка чего надо уродиц уродиц но ты прямо скажем не красавец ты знаешь ли краля тоже не бошья ромашка не расстраивайся женщины таких любят больше чем гладеньких мальчиков но ты все-таки ужасно страшный не хочешь развлечься дабы она помогла отвлечь стражника ведьмак в честной борьбе солдафона субротивы мельдранатного мутанта побеждает и тем самым ублажает даму ментально а вот она после этого поглощает живчик так сказать твою мать дело сделано увы но этого мало и было рэда все еще занят а потом этим двоим в голову приходит гениальная идея глянуть что там на заднем дворе у лысого негодяя же подключается некий торгаш который говорит что на заднем дворе находится кусок особо ловушки способный помочь при охоте на речное чудовище и про данную ловушкой лишь заранее могу сказать а разговоров то было стражника я беру на себя а ты попробуй пробраться во двор гениально стелс на заднем дворе лареда это очередной мемный момент а мемный он тем что стелс в игре говно из жопы абсолютно все игроки эту дыря ненавидит и стараются не вспоминать думаю мы сами тоже особо зацикливаться не будем во флот за болезнь на крысе чеха getting over it умудряется всем сломать затылки и даже послушать речи чародейки и болотного гладранца комендант ты наверное забыл с кем имеешь дело и меня за дурака держишь глаз ты как ребенок у которого отобрали конфетку ох комендант однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку как обычного разбойника впрочем ты от разбойников недалеко ушел однажды и тебя отправят на костер как обычную ведьму буквально диалог инцела и рандомной тянки из твиттера с ником морковный тапок чизкейковый кузбасс или чем смысл существования члена чонгука если на нем нет кима именно в жопе данный локи находится кусок ловушки который ну в общем бесполезная вещь на самом деле как новый iphone но теперь можно было бы наконец поговорить с лысым товарищем однако внезапно случается ход пика червей оказывается ларе допускает к себе лишь геральта ибо тюрбаниста за человека не считает уроше же в очередной раз плавит очко сучий потрох ладно хочешь по-плохому будет по-плохому только без скандала не то вызову подкрепление не нужно передай ларе да что я понял к чему он клонит я этот флот за труба шатал комете начальника случается диалог диалог из которого становится понятны мотивы коменданта да и вся его человеческая суть я слышал о том что произошло в тимере за тобой выслали разыскную грамоту дело паскудное но я думаю мы как-нибудь договоримся если быть кратким ларе да очень отрицательный персонаж чей типаж я могу назвать мудак причём самый такой крепкий к мудак да и к тому же расист который искренне уверен что все нелюди уроды и вообще еслиiran нападет на все местные эльфы и полу люди встанут на его сторону и начнут лезать людей уууу они едят трахаются и срут среди нас но кто знает что будет когда юровид позовет их на последний бой короче мразоть не ларе до только али синей и склон а теперь уже этот чуть-чмек пытается с помощью типичного колхозным красноречье за моей герберт на свою сторону и убедить что что быть под крылом Лысого начальника мало того, что выгодно, но и очень правильно. Так что на словах ныне расклад такой. Надо убить Кейрена, а Лысый за это снимет с Лютика и Золтана обвинение нехорошее, а там уже Геральт через Золтана выйдет на Гёрвит и Ассасина. Почему Золтана? Ну, он же нелюдь, а нелюди все друг друга знают. Лореда говорил, что ты работаешь на Скайтаэлей. Это правда, Золтан? Геральт, ты меня знаешь. Я разными вещами занимался в жизни, но бандитом никогда не был. Скайтаэлей себя бандитами не считают. Только я-то не Скайтаэль. Ничего личного, Ведьмак, просто бытовой расизм. Что ж, на этом, думаю, можно покончить с данным разговором и отправиться дальше заниматься делами. И на самом деле, буквально на этом моменте мы дропаем всю основную сюжетную ветку в сторону на дальнюю полку. Она нам сейчас не нужна. Кейрон, Лореда, Лысый Шхаршашин. Все это подождет. Сейчас в наших руках весь флотзан. Тут достаточно темы занятий доступных. Причем всякого стаффа минимум на ролика три хватит. Но я все-таки буду кратким и умещу все в ролика два. Начнем с бытовых занятий. Тут так же, как и Ведьмаке, первым есть возможность играть в кости. И как и в первой части, данный сегмент буквально проходится через загрузился-сохранился. Ибо деньги не бесконечны. Дочетырить себя не ублажать. Зарабатывать деньги через азартные игры весьма сомнительно. Ибо с куда большей пользы можно выйти на охоту за пределы поселения. Кстати, в подвале таверны можно найти монаха-анонимуса, который готов поделиться с игроком некими сокровищами, если его обыграть. Однако многие сколько не выигрывали, у него все равно ничего не получали. И тут, как обычно, косяк разрабов. Дело в том, что этот монах был добавлен в игру как элемент супер-акции. Выкидываешь удачную комбинацию, и он дарит тебе скидку на рандомную игру в Гоге. К сожалению, акция давно закончилась. Это в году 14-м, а вот монаха удалить никто не удалил. Я аппендицит! Ох, Сиди Проджекты, ну ё-моё. А ведь не все знают про этот момент. Многие игроки тут часов пять потратили. Лишь судьба всегда остается выигрышем. Следующей ботовушкой является борьба на руках, с которой знакомит Золтан. Эх, люди в этой зобаре понимают не больше, чем я в тролльских бабах. Рад видеть тебя, Золтан. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать, жизнь говно. Бадба на руках заключается в мини-игре, где игрок обязан удерживать иконочку в указанной зоне. На самом деле, ничего сложного, забыть, что там некоторых исключений, которые будут в ролике шестом, седьмом, нет. Тебя лапище, как тиски. Мне было нелегко. Разумеется, дабы продвинуться далее по квесту, надо повалить всех местных колхозников, дабы потом повстучаться с местным чемпионом. Баржа? А может быть? Блин, сложность температуры придумывать, шутейки и голос записывать, кошмар. Я вот-вот кажется, что я сейчас отрублюсь, помогите мне. Ладно, сейчас. А, во, баржа? А может быть, ожрал. Чё тебе надо? Говорят, ещё никто не смог побороть тебя на руках. Хе-хе-хе, а то. Хочу стать первым. Хочунов таких много было, только хрен чё вышло. Сильный, как бугай. Вот твои арены. И вот так плавно квест по борьбе на руках закинул сети в следующую главу. Последним, но немаловажным занятием, рутинным будет борьба на... Просто борьба, короче. Забавно, что по сути главной ценностью данных мини-игр с квик-тайм-ивентами являются мемные диалоги. Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Найзжоп по прозванию задник. Странное имя. Он всё делает Найзжоп, то есть задом наперёд. Спит днём, сперва пьёт, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. Найзжоп. Будем биться дальше? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдёте. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрёт мёд прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Как уже могли догадаться, никаких сложностей эти мини-игр не доставляют. Всё проходится элементарно. А потом у Скотта Геральта докапывается некий фуфел, король Зиги. Эй, мастер! Что такое? Хорошего бойца издалека, видать. Тебе нужна серьёзная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют король Зиги, потому что я всегда плачу по-королевски. Как бы он реально фуфел, и в предыдущие разы его бойцы знатно сосаси бибаси. В этот же раз Биг Белобрыс и Диг Инзетаун, а мы все с вами дружно знаем, что он за любой кипиш, кроме завязки. Кого я вижу? Не будь я король Зиги. Поскольку драться в карчмине Камильфо, Зиги отводит Геральта в элитный бойцовский клуб, который проходит под крылом Пернарда Лореда. Удивлены? Ну, честности ради Лореда тоже удивился. И в очередной раз игрок должен рутинно жать вовремя кнопки и рофлить с весьма неоднозначных противников. Кто дальше? Марку, раз как дам, кладет всех одним ударом. Бей вы. Ты, открытие всей моей жизни. Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Именно так. Но нам еще многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Венцом этого болотного ММА будет внезапное предложение от Лореда, который предлагает слить бой и поделить заработанный из составок бабос. И все будет ничего, но если слить бой, добавка к заработанным деньгам нам дадут недовольного лютика, который знатно будет бугуртить с поступкой Геральта. Да и к тому же, если мы как-либо будем кооперироваться с Лореда, то автоматом будем фэнтезийным расистом. А оно мне надо? Не надо, я от клички фашист так и не отмылся. Боюсь себе представить, что вы дальше выдумаете. Король Зиги ликует от нашей победы. А вот Лореда не очень. Причем настолько не очень, что даже головорезов нанял, дабы ведьмаку Халю набили. Лысинка обиженная. В смысле, обиженка лысая. И целая тележка, а наш мамин бродяга и весемирский симпатяга натерпелся сполна. А знаете что? Надо бы нам по-хорошему отдохнуть, чильнуть, зависнуть. Почему бы Геральта не сходить в корчму да не выпить? Ой, но дойдя до местного бориста, ведьмак обнаружил, что вся еда гнилая, алкоголя нет. Ой, но дело в том, что прием еды и алкоголя был вырезан разрабами тупо потому, что они не успевали скрафтить анимации и трапезы. Так что, как бы это ни было печально, в игре спирта нет. Однако не стоит печалиться, ибо у Геральта все равно сейчас есть возможность накинуть за воротник. И в этом ему надо бы обратиться к отряду верно на роше. Синим полоскам. Вы, наверное, уже заметите, что я достаточно часто говорю, а вот тут мемный момент. Этот квест весьма известный среди игроков и т.д. и т.п. А все потому, что сам по себе второй ведьмак, несмотря на всю спорность и отсутствие спирта, является максимально пряным концентратом контента. Эдакий польский бульонный кубик. Это я говорю к тому, что сейчас я вам дам лицезреть ту с синие полосками, и по своей сути это очень мемный момент. Начинается все с того, что Геральт заглядывает к Вернону, дабы затереть насчет Лореда и прочей чепухи. И так уж вышло, что слово за слово солдаты Вернона подзывают ведьмака, дабы подбухнуть. И далее все начинается с малого. Сначала Геральт с Бьянкой соревнуются в метании на ножах. Потом неожиданно случается конфликт с местными. В чем дело? Такое дело, мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Виапатиса. Солдатня надругалась над богом нашим. Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер. Сучьи дети вы, ублюдки, все как один. Что ты сказал? Я... Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку. Выпей за мое здоровье. За здоровье ублюдка Вернона Роше. Вернон. Говеная посуда в этом вашем флотзаме. Недостойная героя. Но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Вернон, оставь его не нужно. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Ты слишком суров, Краше. Не люблю садистов. Понимаешь, у Вернона не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе как ублюдком его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем выпьем. Вау. Драматично что-то вышло. Геральт бы даже мог посочувствовать, если бы его по молодняку не отдали неким мутантам-убийцам, дабы в дальнейшем превратить в белобрысого бесплодного алкаша. Далее идут соревнования на руках и прослушивание кульных историй с передыхом на выпивон. А помните? Я раз побился об заклад с лейтенантом. Что оттрахают четырех эльфов за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. Милздери, наше здоровье. Прям как после битвы под Гр... Гарго... Гарго... Ох и нажрались мы тогда. Все поле битвы заблевали. Верхом на шлюхах и в рай. Ииии все оканчивается предсказуемо. Но не так уж и предсказуемо. Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. С этого момента голый ведьмак превращается в Леонида Каневского, который в детективном стиле узнает подробности прошлой ночи, умудряющиеся весьма шокировать его. Вы пришли сюда в пятером. Лучше сказать, приползли на карачках. И я полз. А как же? Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели везти вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Я разговаривал с мадам. Это все правда? Я пыталась вас успокоить. Но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. Вот дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, бьянка. К сожалению, о татуировке знают не все современные фанаты Ведьмака. Заходя вперед, могу сказать, что если перенести сохранение второго Ведьмака в третьего, то у Геральта на шее татушка сохранится. Увы, но обычным ответом на вопросы эту метку не заработаешь. Печально. Мне кажется, что конкретно сейчас, будучи во флотзаме, в одних портках, с меткой синих полосок на шее и обвинением в убийстве короля за душой, Геральт лишний раз понимает. Жить хорошо. Жить хорошо. Жить хорошо. Субтитры подогнал «Симон»